Сначала я предлагаю вашему вниманию перевод моего короткого видео на якутском языке, потом комментарии для более широкой публики. Томский живет и работает в Париже. Круг его интересов простирается от математических изысканий до исторической прозы. Он автор сценариев нескольких фильмов и романа «Друзья Атиллы», переведенного на многие языки мира. Он эксперт ЮНЕСКО и президент Международной Федерации по развивающему обучению и игровой педагогике ФИДЖИП. Но в основе всех своих достижений он видит математику. Поэтому я написал книгу «Математика. Ключ к успеху». В начале своей книги я объясняю, что дети, способные математике, могут получить любую специальность, работать в любой области и жить в любом месте земного шара. Активно ищите детей с математическими способностями. «Математика крайне важна. Сообразительные дети, которые разбираются в математике, могут заниматься физикой и всеми другими науками». Послушайте теперь, что я говорю о своей книге «Элементарная геометрия проследования». Она является новым расширением классической элементарной геометрии Эвклида. Об этом я отдельно буду говорить. Но ведь эта классическая геометрия Эвклида, она зародилась в древней Клиции 2500 лет назад. И с тех пор, еще 2500 лет примерно, все время исследовались геометрические фигуры. Всякие треугольники, параллелограммы, теоремы Пифагора, Мафитфареса и прочее. И вот сейчас мы совершили расширение этой элементарной геометрии новыми задачами, совершенно бесконечное число нерешенных проблем, доступных школьникам старших классов. То есть произошло историческое событие. И что очень приятно. Вот, например, первая теорема о том, что убегающие могут получить сколько баллов? Значит, это первая теорема Голикова, сколько говоришь? 7 баллов. Это первая теорема Голикова. Вторая теорема Голикова, значит. Там теперь наша геометрическая геометрия последования получил, значит, тоже свои результаты наш уважаемый Василий Васильевич Петров, студентом. И особенно, вот красивую, совершенно классическую теорему доказал Каньгородов Степан Петрович. И эта теорема очень широко применяется. Он себя, да, поставил рядом с... Ну, с кем вы поставили рядом? Ну, будем бы, скажем, если не с Пифагором, то вот кем-то возникли в людей. Пожалуйста, еще раз покажите, чтобы все полюбовались на вот такого нового классика, такой боткерет. Пожалуйста. То есть, произошло, на самом деле, историческое событие. И в этом событии, вот в совершенно таком, ну, серьезном, совершенно историческом событии, участвуют вот люди, которых, вот, вы, значит, можете прямо тут пощупать. Ну, понятно, да, что-то сказать, что можно поздороваться, поговорить и так далее. Действительно, одаренные области математики дети могут начинать доказывать свои теоремы с 15-16 лет. Ведь для успешных занятий математикой достаточно иметь бумагу, карандаш и необходимые для этого способности. Ничего, кроме этого, не требуется. Я сам учился в семи якутских школах, из которых пять были в сельской местности. Я не знал, что имею математистские способности, но в 1987 году стал первым доктором математистских наук среди представителей якутского народа. Поэтому я советую дать прочитать мою книгу детям, которых вы считаете одаренными по математике, чтобы протестировать их реальные способности. Для характеристики одаренности в области математики мы используем критерии Элен Виннер из Гарвардского университета, которые соответствуют нашим наблюдениям и опыту. Во-первых, Одаренные в области математики дети осваивают математику легче и быстрее других. Во-вторых, Они самостоятельны, им нужна только минимальная помощь взрослых, чтобы преуспеть в области школьной математики. В значительной мере они сами являются своими учителями и, как правило, читают много научно-популярной, занимательной и другой литературы по математике. В-третьих, Эти дети имеют непреодолимый интерес к математике, огромную способность к концентрации и яростное желание достичь совершенства. Примером такого одаренного по математике ребенка был японец Сусу Мутанаби. В начальной школе я увлекался химией. Однажды в книге по химии мне встретился тройной интеграл, и я был поражен красотой этой формулы, но ничего не понимал. До этого я изучал химические соединения, как разные кислоты получаются, а теперь мне стало интересно, каким образом математика описывает разные законы, в том числе и химические. Я стал посещать в школе клуб любителей математики. Интересно, что он изучал почти все сам, без никакого поощрения. Учителя нашего лицея, одного из самых престижных в Токио, скорее ставили мне препятствия, они не понимали моих стремлений. Я как-то задал вопрос по поводу закона Ампера, который мы проходили. Мне показалось, что он очень напоминает формулу Коши, интегральную теорему Коши, теорию комплексных функций. А, тебе не понять, был ответ. Теорию комплексных функций изучают студенты на математическом факультете, а я ее изучал в лицее, но учителя абсолютно холодно к этому относились. Никакого поощрения не было. И мой отец, архитектор, был против, чтобы я занимался чисто теоретической наукой. Он хотел, чтобы я стал инженером или большим чиновником. Он был против математики, против русского языка, который я начал учить в 13 лет. В такой ситуации ему помогало наличие хороших книг. Сусума Танабя рассказывает о выборе своей специализации в университете в следующих терминах. После лицея я поступил в Токийский университет. Там в течение первых двух лет студенты размышляют над дальнейшим направлением. Я был в классе, где учились будущие технарии, химики, биологи, физики. То есть не только математики. Потом нужно было выбрать направление, учиться на инженера или физика или математика. Я колебался, не лучше ли заняться теоретической физикой. Но была твердая уверенность, что мое будущее занятие должно быть связано с математикой. Она должна играть существенную роль в той науке, которую я выберу. В конечном счёте я предпочёл математику, потому что мне показалось, что строгость рассуждений в ней совсем иная, чем в прочих науках. Это такая опора, а в других науках всё как-то более вязко. Послушайте его высказывание о ключевой роли математики. Я решил остановиться на математике. Мне казалось, что это самая подходящая для меня наука. Если я её одолею, то смогу любой другой наукой заниматься. И оказался прав. Я могу разобраться почти в любой научной статье любой дисциплины. Поэтому у меня довольно много знакомых и друзей, которые обращаются ко мне за советом по поводу своих научных работ в области химии. Биологии, медицины, психиатрии, экономики, социологии. Я стараюсь отвечать. Конечно, я не могу прочитать всю предыдущую литературу, но структура научной мысли имеет универсальный характер. Конечно, в каждой науке немножко по-разному всё строится в рамках вариаций. Я более-менее владею этим клубням и могу разобраться. Я полностью согласен с доктором Филиппом Йо и профессором Сусумо Танаби. Ключевой роль математики для изучения других сложных наук. Но в основе всех своих достижений он видит математику. Самая чистая наука, математика, которая существовала современная Эвклида, Пифагора, это же не случайно, она зародилась на заре цивилизации, язык богов. Я отношусь к математике как к искусству. Как, допустим, математика для меня близка к поэзии или живописи. Эта формула математическая мне напоминает произведение искусства. Моя докторская диссертация, написанная в далёком 1986 году. Она основана на системе аксиом теории множеств и на аксиомах общих управляемых динамических систем. Страницы, заполненные формулами, которые мне напоминают произведения искусства. Попятные конструкции, которые использовались инженерами фирмы Томсон-Синтра. Математику называют традицией наук, языком богов. И я с этим вполне согласен. Посмотрим внимательно на эту чудесную форму. В этой формуле есть число, равное примерно 2,71. И это корень из минус единицы, так называемая мнимая единица. Пи всем известное число. Все мы знаем, что геометрия зародилась в Древней Греции почти одновременно с философией. Платон говорил о своей академии. Пусть не входит сюда тот, кто не знает геометрии. Древние греки занимались геометрией для тренировки ума в логических построениях и для воспитания чувства прекрасного. Процесс современного научного познания осуществляется через построение моделей, а настоящее теоретическое знание базируется на аксиоматическом подходе. Поэтому математическое образование должно дать представление об аксиоматическом методе построения научных теорий и приобщать к методу математического моделирования. В этом отношении элементарная геометрия Евклида представляет особый интерес. Изучение аксиоматического построения хотя бы курса школьной геометрии на плоскости служит базой для понимания логики построения любой развитой научной теории. В то же время элементарная геометрия является примером математической модели пространственных свойств и отношений окружающей действительности. Поговорим сначала о том, что такое математическая культура. Мы оцениваем математическую культуру личности следующим образом. Начальный уровень приобщения к элементарным математическим объектам и понятиям. Средний уровень – освоение одного из разделов математики, начиная от элементарной геометрии, кончая современными математическими теориями. Высший уровень – способность к созданию нового математического знания. Изучение школьной геометрии способствует повышению уровня математической культуры. В ней строгая логика соединяется с наглядным представлением, поэтому происходит быстрое привыкание к оперированию с идеальными геометрическими объектами. Что является признаком достижения математической культуры начального уровня? Освоение школьного курса планиметрии можно считать достижением математической культуры среднего уровня при условии овладения понятием аксиоматического метода и её построения и получения удовлетворительных навыков доказательства теорем и решения геометрических задач. Отрицательное отношение к программе школьной геометрии выражается часто утверждением, что она не вышла за рамки III века до н.э. Чтобы парировать это замечание, было бы достаточно включить в школьный курс геометрии примеры теорем из новой теории треугольника с наиболее элементарными доказательствами. Мы предлагаем более убедительный путь, дающий реальный шанс достичь математической культуры высшего уровня многим одарённым школьникам и их учителям. Речь идёт о приобщении к элементарной геометрии преследования. Для Евклида базовыми геометрическими объектами на плоскости являются отрезки и окружности. Потом он вводит и изучает фигуры, ограниченные ломанными линиями треугольники, четырёхугольники и многоугольники, а также касающиеся и пересекающиеся круги. В элементарной геометрии преследования мы изучаем траектории преследователей и убегающих, являющиеся ломанными линиями или цепочками, касающихся между собой кругов. Особенностью геометрии преследования является изучение различных стратегий преследования и убегания, определяемых в геометрических терминах. Например, различные стратегии преследователя описывают правила построения с помощью линейки и циркулей его траекторий в зависимости от реализации траекторий убегающего или убегающих, если их много. А также других преследователей, если, если они существуют. Таким образом, в геометрии преследования рассматриваются траектории, которые являются на самом деле объектами классической геометрии. Ломанные, цепочки, касающиеся кругов и так далее. Но к преобразованиям и другим отношениям, изучаемым в классической геометрии, добавляется бесконечное число преобразований и отношений, порожденных различными стратегиями. Эти стратегии являются алгоритмами, определенными в геометрических терминах. Далее оцениваются результаты, гарантированные изучаемыми стратегиями в соответствии с различными критериями. Совокупность таких проблем образует богатый источник для геометрических исследований. При последовательном аксиоматическом подходе к элементарной геометрии в нее следует включать все интересные утверждения, вытекающие из ее аксиом, то есть нельзя считать, что планиметрия должна заниматься только исследованием фигур на плоскости и другими темами, введенными в началах Евклида. В этом смысле элементарная геометрия преследования на плоскости в части, опирающейся только на аксиомы планиметрии, является частью этой самой планиметрии. Таким образом, элементарная геометрия преследования представляет собой новое перспективное расширение классической геометрии с бесконечным количеством тем для исследований, интересное для целей популяризации математики и для математического образования. Перечислим некоторые теоремы из книги «Элементарная геометрия преследования» и даты их доказательства. Теорема Томского о рекурсивной стратегии погонного преследования, доказанная в 1978 году. Теорема Томского о е-стратегии погонного преследования, 1988. Теорема Петросяна об э-стратегии и кругах Аполлония, доказанная Петросяном с использованием элементов высшей математики в 1962 году. Доказательства с использованием методов элементарной геометрии предложены Томским в 1982 году. Теоремы Петросяна об играх с «Линией жизни» 1962-1968. Теоремы Томского о зонах захвата и убегания 1971. Теорема Кайгородова 1988. Теорема Голикова-Томского о стандартном дебюте базовой версии ЖИПТО, сформулированная Голиковым в 1991 году и доказанная Томским в 2004 году. Я уже говорил, что отрицательное отношение традиционной программе школьной геометрии выражается часто утверждением, что она не вышла за рамки III века до н.э. Поэтому интересно, что все перечисленные недавно доказанные теоремы, например, две теоремы об оптимальности рекурсивной стратегии погонного преследования и Е-погонной стратегии, можно доказать, опираясь только на методы элементарной геометрии. Эти две теоремы являются неочевидными, причем теорема об оптимальности Е-погонной стратегии многим кажется невероятной. Поэтому возникает естественная необходимость проверить всю цепочку логических рассуждений, содержащихся в доказательствах этих теорем. На этом пути легче понять необходимость доказательства даже очевидных утверждений, понять суть аксиоматического метода. Это снимает второе, наиболее часто удивляемое возражение против программы школьной геометрии, что в ней содержатся доказательства слишком очевидных утверждений. Для того, чтобы книгу можно было читать независимо ни от каких других источников, приводятся все необходимые сведения из геометрии в максимально приближенном к началам эвклидоизложении. Что касается нерешенных проблем, то в этой книге почти все они связаны с многовариантной игрой жепто, являющейся неисчерпаемым источником таких проблем. Базовая версия этой игры была изобретена мною в 1988 году. С тех пор я протестировал и отобрал 2480 основных версий этой игры. В настоящее время игра широко признана, в нее играют сотни тысяч людей во многих странах. Такое реальное происхождение нерешенных проблем позволяет попутно объяснить в книге важнейшее понятие математического моделирования на понятных для всех примерах. Посмотрите сначала, как происходит реальная партия игры. Теперь послушайте мои комментарии. Я хотел создать не просто игру, а стимулятор творчества, который бы стимулировал в частности и математическое творчество, ну и другое, художественное, литературное. Может ли помочь математике хорошо играть в эту игру? Значит, скажем так, поскольку игра даже базовой версии настолько сложна, что поколения математиков будут ее анализировать. Вот, значит, сейчас только получены первые оценки результатов на этих преследований. Вот, например, это народная мудрость, что не гоняться за двумя зайсами. Она совершенно правильная. В ЖПТО в начале игры имеется не двое убегающих, а пять убегающих, что гораздо сложнее для анализа. Поэтому ЖПТО является источником бесчисленного множества нерешенных математистских задач для любознательного ума. При этом очень важно, что эти проблемы формулируются на языке элементарной школьной геометрии. Почти все дети шести лет понимают правила базовой версии ЖПТО. Наши исследования показывают, что дети, которые хорошо понимают правила игры ЖПТО с 4 или 5 лет, имеют повышенный интеллектуальный коэффициент. Мы думаем, что дети, которые хорошо понимают правила ЖПТО в 4 года, способны начать изучать книгу «Элементарная геометрия преследования» достаточно рано, не дожидаясь начала изучения в школе элементарной геометрии. Ибо в этой книге содержатся все необходимые для его понимания сведения. На этом я завершаю свой рассказ. Книгу «Математика. Ключ к успеху» вы можете найти в библиотеке файлов сообщества «Фильджип Конкор Евроталант». Там же вы найдете и можете скачать книгу «Элементарная геометрия преследования». «Элементарная геометрия преследования»